Овощи, мясо, яйцо. Сегодня в корзине Екатерины Попенко только здоровые продукты питания. Выверенные калории, правильные углеводы, дробное питание – то, что составляет основу, если не жизни, то красивого потянутого тела. А еще несколько лет назад Екатерина выглядела совершенно иначе. Я не могу сказать, что я была абсолютно неактивным ребенком набирать вес. Я начала как раз где-то в возрасте 11-12 лет. И, в принципе, гуляла, как и все дети, и физическая нагрузка достаточно адекватная была. Наверное, все-таки это переедание. В 95% случаев это все-таки переедание. Где-то, наверное, ближе к институту вес достиг уже пика. Это был вес 103 килограмма. Наверное, в этот момент я и задумалась, что что-то не так, что пора что-то менять. Хотя, в принципе, я не могу сказать, что мне делали замечания по поводу моего веса. Никто меня не заставлял комплексовать. Мне казалось, что меня любит и такой, и я себя действительно любила. Толчком в борьбе с лишним весом послужила любовь к моде. Девушка всегда любила красиво одеваться, однако могла втиснуться в одежду только больших размеров. В свою очередь, одежда для полных людей стоит немало. И для студентки каждая обновка влетала в копеечку. Да и фасон одежды для женщин за 50 Екатерину удручал. Наверное, самое сложное было подобрать подходящий для меня метод. Потому что методов очень много. А когда я начинала худеть, тогда был информационный дефицит. Интернетом как таковым не пользовались тогда. То есть сейчас можно залезть и выбрать для себя абсолютно любую программу питания, диету и прочее. И тогда это было только на опыте других людей. А это же не всегда подходит всем подряд. Поэтому начиналось с того, что я пробовала одну диету, другую диету, третью диету. Естественно, диета сама по себе не работает. Работает только все в комплексе. И когда ты знаешь, что ты делаешь. А ты следуешь по чужим зарисовкам. И поэтому приходишь к тому, что срываешься. Полтора года ушло только на подбор тех продуктов и режима, который подходит конкретно Екатерине. За 8 месяцев ушло чуть больше 20 килограмм. Потом девушка подключила спорт. И до сих пор жалеет, что не пришла в тренажерный зал еще раньше. Результат не заставил себя ждать и позволил ей участвовать в конкурсе фитнес-бикини. А однажды увидела объявление в одну из программ известного федерального канала о наборе людей, которые смогли перебороть страсть к еде. И ее пригласили. Хочу познакомить тебя еще с одной Катей, которая приехала из Владивостока. Катя Попенко. Покажите нам Катю 4 года назад. Вот так выглядела Катя. А теперь она выглядит вот так. Встречаем Катю Попенко. Ну что, расскажи нам, как ты дошла до такой жизни? Сегодня в России достаточно много людей с лишним весом. В этом отношении мы недалеко ушли от Европы. За пять лет число россиян, страдающих ожирением, заметим, именно ожирением, а не просто лишним весом, выросло на треть и составило более 1% населения. То есть почти 2 миллиона человек. Это равноценно числу проживающих в Приморском крае. Специалисты уверяют, все дело в отсутствии системного образования в вопросах здорового питания. У людей просто сейчас мало времени, не хочется задумываться, запариваться. Поэтому куча рекламы про фастфуд, куча рекламы про сосиски, колбасы и так далее. Поэтому, конечно же, максимально просто человеку взять и, конечно же, употреблять эту простую еду. Не хочется усложнять. А именно от нее как раз-таки и происходит набор. Вроде бы казалось, что я съел там. Две сосиски, картошка и так далее. Вот это совмещение продуктов неправильное. То есть если мясо, то выбираем нормальное мясо. Это должно быть сырое мясо, приготовленное вами. Любое. Курица, рыба, говядина. Не нужно зацикливаться только на курице. Морепродукты и так далее. Если это овощи, то это овощи, приготовленные либо потушили на пару, либо сырые овощи. То есть сочетание мяса и овощей. Окей. Сочетание крупы. Просто это, допустим, каша. Может быть, просто с овощами так же. То есть не смешивать все подряд, когда мы любим мясо с картошкой, с сальцем и так далее. Это жирные калорийные продукты, которые приводят к повышению индекса массы тела. Помимо сочетаемости продуктов, диетологи советуют обратить внимание на режим употребления пищи. Обязательный завтрак, обед, ужин и перекусы. В идеале есть надо каждые два часа по чуть-чуть. Сложные углеводы советуют в первой половине дня. Но и ужин пропускать нельзя. Он должен состоять из белков и клетчатки. Овощи – вообще неотъемлемая часть рациона, как и чистая вода. В день человеку необходимо около двух литров. Голодать весь день, а к вечеру говорить пачку пельменей вредно, если не для фигуры, то для здоровья однозначно. Еще раз, организм должен получать, во-первых, всю нашу полноценную корзину. Это овощи, фрукты и так далее. То, что мы кушаем один раз в день, это не полезно тем, что у нас очень большой промежуток времени, когда мы голодаем. Для организма это стресс. То есть, я считаю, это неправильно. Организм стрессует. И потом, все равно у нас у всех есть какие-то предрасположенности к каким-либо заболеваниям. Прежде всего, это возможно, человек и не потолстеет. Да, окей, он не потолстеет. Но потом у него возникнут проблемы с желудком или еще дальние какие-то с кишечником, с поджелудочной и так далее. И тем самым, конечно же, может пойти результат разный. Можно и поправиться на этом фоне во всем. Худеющим нужно избегать сладкого и не только плюшек до пряников. Сахар содержится во всем. Йогуртах, соках, колбасах, сосисках, консервах. Сладости советую заменить фруктами или медом. Нельзя забывать про физическую активность, а также придется пересмотреть свой рацион. И еще посмотреть на себя со стороны. Ведь лишний вес не только скрывает вашу стройную фигуру, но и вредит здоровью. КОНЕЦ